доброго времени суток друзья приветствую всех на канале rzone game сегодня я решил зайти и поиграть на каком-нибудь в проекте сервере роли play направления но обязательно на базе игры арма 3 потому что по моему убеждению роли play в том состоянии в каком он сейчас есть остался только на проектах именно арма 3 путешествия по проектам gta 5 я не нашел ну по крайней мере пока еще не нашел ни одного сервера более-менее стоящего именно вот в роли play направлением до их очень много и да они все называются роли play но вот именно ролевой игры я не встретил и я нисколько не хочу принизить достоинства рп серверов на базе игры gta 5 нет я наоборот я даже сторонник того что будущее роли play как раз таки и будет за игрой gta 5 потому как ну арма 3 умирает и умирает она не по своей не по своему состоянию что здесь плохой рп нет наоборот вот здесь то как раз роли play еще и остался к сожалению движок арма 3 это ну такое себе ну и еще к тому же такое себе старое вот именно по этой причине роли play направлении роли play сервера в армии умирают потому что просто никакой уже движок на нем очень сложно что-либо создавать но и сама механика армы она очень сильно нагружает компьютер и не все могут вообще принципе играть в арму потому что сам движок он даже не требует несколько ресурсов от вашей видеокарты сколько он пожирает ресурсов от процессора ну и вот на поэтому я считаю это опять же таки мое мнение что вот только по этой причине арма 3 умирает если говорить о онлайне туда на серверах арма 3 не бывает такого онлайна как в gta по 600 по 700 по 1000 человек в армии не бывает в принципе здесь вообще я самое большое что видел это 175 слотов это это редкость обычно сокращается до 100 слотов и это опять же такие я считаю опять мое мнение это сугубо я так думаю что это наоборот плюс арма потому что контролировать тысячу человек очень сложно а если из этой 1200 вы зашли просто для того чтобы провести время и попортить игру другим то это становится вообще катастрофой на просторах же арма 3 это легко регулируется гораздо проще управлять порядком на проекте если там играет всего 100 человек и вот я не знаю по той ли причине что здесь нету такого огромного количества людей или просто потому что здесь играют более воспитанные культурные люди но здесь нет такого феномена как вы идете и вас кто-то сбил не бывает а вот на своих обзорах gta 5 это происходит со мной каждый день по 10 20 раз тебя собьют застрелят что только там не происходит здесь же такого нету здесь если происходит дтп то это как раз таки за начало того самого интересного рп то есть начинается разбор почему это произошло действительно вот как в жизни если с вами произошло дтп приедет полиция начнется выяснение вот действительно идет рп да и в целом вся игра на проектах арма 3 она построена на взаимоотношениях между игроками на общении между игроками и даже если взять например вот тюнинг автомобиля кстати куда я сейчас и еду то это все происходит через игроков не как в гтшке ты заехала в ателье тюнинговый салон ателье и начинаешь нажимать там выбирать себе цвет нет здесь все это происходит через общение через людей через механиков маляров но в общем то сейчас мы на это и посмотрим я как раз и двигаюсь в сторону одного из таких тюнинговых ателье ну а нахожусь я на проекте рау привет дружище здорово ты давно на острове нет нет все прям совсем недавно твоя первая тоже сказали что можно сюда поставить крышечку такую что вот этого дерьмо все было не видно так это же самое классное очень хочется чтобы его было не видно да и можно и подкрасить вот вот я поэтому приехал типа она будет у тебя получше выглядеть можно двигателя поменять еще здесь спрейлер очик сзади можно накинуть я не так давно здесь поэтому у меня бюджет всего 4 тысячи потому-то у вас очередь столь томаса времени нету показать да есть чуть-чуть и сделать там два механика это самое нет вот на эту белую штуку ставь сюда машины а какую белую штуку то вон там где субарик стоит чуть-чуть подъем такой к мастерской а вот хочу поставить крышку закрыть это все дерьмо и покрасить какой цвет красить будем а в тот же вот какой есть так хочу значит цвет такой же цвет такой же и крышка а может тебе еще в цвет эти полосы покрасить спереди чтобы вся зеленая да да все зеленое скатил гоночные хрени мне я не гоночник это тебе просто проще капот поменять чем подобрать это же надо будет подобрать да да все равно выделяться если ты черным то это одно так выделяться вон у нас есть мастер пока давайте-ка позови них могу сделать заново белыми прохочешь баклажан сейчас покрасим мастер меня это капота 4000 укладываю семья капот это капот другой получу такой сгорбатиной да 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 о прикольно а какой сделать металлик или матовый а давай матовый матовый и так и убрать получается мусор или крышек лежать на какой сделать просто убрать мусор или закрыть полностью закрыть закрыть от крышечки красивый а аута а там у тут у твоя у черный вот еще сзади такой козырек был да да он еще косарь стоит и я тонировку делать легкая есть ну вот какая там у тебя ставишь она просто черная все одна хана очень чем видно черная же все о красотворе так сейчас посчитаем и самим чтобы приятно было будет 400 мой 4 480 меня тебя кстати движок то тут старый на свет и да да и смотрим ну и вот друзья такая вот машинка в результате у меня получилось и вот так вот на этих проектах делается тюнинг автомобилей в общем то как я и говорил все через взаимодействие через общение и в общем то веселое общение я бы сказал так пришлось много всего поурезать поэтому вот этот вот отрывочек этого видео где я перекрашивал и тюнинговал свой автомобиль и стал такой рваный но потому что люди взрослые много смеха и много к сожалению мата поэтому уж извините получилось вот такая вот нарезочка не всегда может быть понятно что за диалог там был но это действительно из-за того что пришлось много смеха приколов и так сказать мата повырезать но тем не менее вот таким вот образом происходит на проектах арма 3 тюнинг но надо сказать что не на всех проектах это происходит вот таким вот образом но это все-таки здесь есть пока не менее на проекте рау происходит все вот таким вот образом ну а мы двигаемся дальше и дальше я бы хотел показать как вообще здесь надо существовать что делать как общаться с кем общаться лучше всего ну и вообще мне как-то задавали вопрос а можно ли на проектах my life существовать в одиночку я отвечал что да в принципе можно хотя я не вижу в этом никакого смысла но сейчас мы попробуем поработать где-нибудь на каком-нибудь ресурсе вы что-то поделать может быть здесь крафт представляет собой совсем другое нежели на большинстве проектов здесь крафт это даже не крафт это здесь есть предприятие на каждом предприятии есть свободные станки и в этих станках есть упрощенная схема создания тех или иных предметов или товара какого-то вот этим мы сейчас и позанимаемся мои планы входит поехать набрать хлопка и с хлопкой сделать ткань и эту ткань кому-нибудь на предприятие продать но и посмотрим что из этого получится вот на данный момент я нахожусь как раз на такой маленькой плантации хлопка надо отметить что на этом проекте сделали большое изменение в отличие от начальной версии сборки my life теперь здесь заниматься ресурсами в общем то не обязательно это как раз осталось для тех кто вот еще жаждет поковыряться в ресурсах что-то пособирать в основном здесь теперь ресурсы доставляются авиалиниями есть специальная организация это летный клуб вот у них то и надо заказывать необходимое вам количество ресурсов и они вам его доставят ну а вот если вам этого количества ресурсов не хватает тогда можно воспользоваться услугой скупки у населения ну или самим поехать на точку добычи ресурсов и добрать себе какое-то нужное количество но в общем это вообще теперь не обязательно и это правильно потому что была такая вот некая зависимость от того сколько времени проведете на этих сборах ресурсов и тому подобное теперь это уже не обязательно можно просто заказать себе нужное количество ресурсов и тебе его доставят могут доставить на точку выдачи этого ресурса кто-то непосредственно сам авиаклуб а можно заказать и аэрдроп то есть самолет пролетая над вашим предприятием сбросить на парашюте вам необходимое количество в ящиках этого ресурса поэтому но я считаю что это правильно сделано и теперь часами сидеть на плантациях как я этим сейчас занимаюсь абсолютно не нужно но тем не менее я же все-таки провел какое-то время и собрал какое-то количество хлопка давайте посмотрим что из этого получится продажа выглядит вот таким вот образом в своем обзоре я не знал что оказывается если зажать кнопку alt то не надо вписывать вручную а просто перетаскиваем нужное нам количество и не мешало бы правда эту информацию поместить где-нибудь вот здесь на этой табличке но тем не менее я продал на семьсот двадцать семь евро товара которого я насобирал на плантации но это я работал в соло и отвечал как раз на вопрос можно ли существовать соло ну а что будет если мы устроимся прямо здесь же вот на это предприятие куда мы привезли наш хлопок давайте посмотрим можно ли так сделать возьмут ли меня ну и выгодно это или нет здорово дружинник да потихоньку что делать это здесь я шлю а ты же я мутаристка да это твоя машина была маленькая красненькая да вообще не директорская короче нормально нормально кт-1 что ли на производство пока до . мне а чё у тебя какой соц пакет чего интересного есть ну и допустим каждые полчаса падает полторы штуки напрягать ничего не делаешь вот те полторы штуки то есть я вон там за ангаром спрячусь сидеть и мне будет зарплата капать да блин заманчиво а так вообще что по работе что делать какая то есть машина служебная что там вот вот эти машины вот такие две такие машины и грузовые их их надо чем забивать вот и здесь аэропорта или хлопком или и бревна и холостом хлопки хлопок и бревна а там где они нам ты тоже ничего сам не делал свою работу закупаешь ну если еда закупаясь и нету как сейчас то я делаю сам рублю дробь бревна и сам плод их собирает ну давай тогда принимаем давай мне инструмент пойду бревен на колочу тебе давай подавая он заявку вот неделю стажером побегаешь а там уже будет видно понравится вставишь у меня как бы я все время и часы как бы вечером после после 6 7 лет так основном чего подал александр ну отлично договор надо продлевать его нет здесь нет если на то я тебя поздравляю с этого момента у тебя зарплата ну а фронт работы обозначь на данный момент нам нужно сейчас делать ткань очень много заказов ткани значит нужен хлопок да да бревна и так на хлопок инструмент не нужен нужен только транспорт только транспорт да ну давай я погнал на объект так хлопок да и куда мне его сдавать потом хлопок ты смотри открываешь этот станок туда и переделаешь ткань а ткань а ткань уже вон туда в ящер вот это наш станок да а это на станок здесь больше чем чем и пришли надеюсь тебя все получится давай удачи вот таким вот нехитрым способом здесь происходит устройство на производство на предприятие в какую-то организацию их здесь много как минимум штук десять и везде требуются люди я выбрал первое попавшееся текстильное производство в общем-то работа предстоит точно такая же как и я только что показывал собираем хлопок но как вы слышали я поехал собирать потому что нету на данный момент доставки заказана но пока еще не доставлено поэтому это можно даже и не делать в принципе а просто подождать когда будет доставка нужного нам продукта или товара ну я съездил пособирал немножко опять хлопка и вернулся на базу надо сказать что за то же время которое я провел работая в соло я заработал в три раза больше то есть работая соло я показывал что я заработал семьсот двадцать семь долларов здесь же я заработал около четырех тысяч за примерно то же время проведенное на этой плантации ну а дальше просто надо было выгрузить сделать материал материал делается вот в этом станке запускаем все проходит вот этот таймер материал достаем и перегружаем его в склад далее я просто припарковал автомобиль и мой рабочий день был закончен но я заработал в три раза больше чем если бы я работал в соло так что судите сами выгодно работать одному не выгодно хорошо это или плохо но я считаю что если вы зашли на роли play проект то работать и сосуществовать в соло ну такое себе решение к тому же проект рассчитан так что здесь все будут взаимодействовать между собой знакомиться общаться устраиваться наниматься но в общем здесь очень много вариантов как вы будете существовать но если уж вы хотите существовать в одиночку то для этого здесь тоже есть ряд интересных направлений одно из них я показывал еще на обзоре можно купить лицензию индивидуального предпринимателя и тогда перед вами откроются другие горизонты но можете и не покупать эту лицензию и заниматься ресурсами и как-то сотрудничать с другими организациями ну а если не хотите сотрудничать то здесь есть я показывал в обзоре бабушка на рынке она скупает любой ресурс который вы соберете в общем вот такой вот у меня получился здесь на этом проекте видео и в общем то я на самом деле как вздохнул полной грудью вот этого вот воздуха роли play направления и я как и говорил в самом начале не откажусь от своих слов даже про поиграя на этом проекте что да действительно вот на проектах арма 3 еще осталось роли play в отличие от gta 5 на котором тоже есть рп но я еще пока не нашел ничего чтобы могло заинтересовать по крайней мере меня ну и на этом наверное буду заканчивать это видео спасибо если посмотрели если кому-то понравилось заходите заходите играйте проект называется рау проект хороший стоящий действительно стоящий если у вас есть время вы добьете здесь очень много но если время ограничено то тоже здесь можно существовать и можно с кем-то познакомиться поговорить пообщаться ну и будем наверное заканчивать спасибо еще расскажу с тем кто посмотрел и всего вам доброго а